Ежедневно в мире совершаются миллионы финансовых операций. Если обложить их даже крохотным налогом, то можно значительно пополнить казну, а заодно и затруднить спекуляции. Такую идею американского экономиста Джеймса Тобина решили воплотить в Евросоюзе по плану, который был представлен в четверг в Брюсселе. «Этот вопрос давно уже стал предметом бурных политических дебатов», сказал еврокомиссар по налогообложению Альгрида Шемета. «Я верю, что страны, решившиеся на эту меру, достигнут соглашения между собой и с другими довольно быстро». Налог на финансовые транзакции готовы ввести у себя 11 стран, на которые приходится две трети объема экономики Евросоюза. С операцией с акциями и облигациями будет взиматься 0,1%, с дериативами 0,01%. В результате предполагается выручить 30-35 миллиардов евро в год. Такие критики, как экономист Джеймс Уотсон, предупреждают, что налог Тобина плохо скажется на деловой активности и благополучии граждан. «Если вы копите деньги в пенсионном фонде, а он вкладывает их в бизнес, то когда вы станете пенсионером, вы будете платить этот налог». Государства намерены направить вырученные деньги на преодоление финансового кризиса. Но в таких странах, как Бельгия, созданы организации, тех, кто видит в новом налоге инструмент борьбы с бедностью. «Доходы от налога на финансовые транзакции следует использовать для помощи развивающимся миру», — сказал активист одной из них Жан Френкер. «А у нас в Еврозоне нужно отменить меры строгой экономии и обложить налогами банки, которые, несмотря на кризис, продолжают обогащаться». Около 70% европейских транзакций совершается в лондонском Сити, но он пока не намерен взымать с них налога.